Жители города Нью-Таун приветствуют своих соседей. Крошка, сын, к отцу пришел. И спасибо, Кроша. Пап, в лицее хорошо? Сиди так себе, неплохо. У меня секретов нет. Слушайте книжки. Папу и этого ответ помещаем в книжки. Физика — это наука вездесущая. Она изучает все. Цвет и тьму, звук и тишину, движение и покой, вес и невесомость. Физика — это наука коллективная. Многие великие открытия делались не в одиночку, а в парах. Поэтому и на уроках физики мы смело внедряем парные методики. Знакомки с детьми — это известные физики Боль и Мариотт. В школе мы сидели за одной партой и вечно списывали друг у друга. Однажды Боль написал первую половину физического закона, а Мариотт придумал вторую. А потом мы просто списали это друг у друга. И после закона были Мариотта. Татистские физики Джоу и Ленц. А мы ничего друг у друга не списывали. Нет, нет. Просто думали, думали и додумались. Да, с того это может быть не. А это дети, ученики 11 класса Петров и Сидоров. Мы все списываем Ивановой. И если она придумает новый закон, мы поделим его на троих. В физико-технических классах обычно мало девочек. Но мы решаем эту проблему так. Случай на дискоте. Мариотт. Совет 2. Используйте нестандартный подход в решении любых проблем. На уроке истории. Так, сегодня будем писать контрольную по петровским временам. Пожалуйста, берите телефон. Телефон уберите. Учебники закрыли. Так, я вам выберу две точки. И задание. Все. Так, делайте, я заваливаю все звуки. Так, извиняюсь, у меня телефон. Делайте, не списывайте. Я с вами за шуми. Совет 3. На интернет надейся, а сам не плашай. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня посвящение. День, когда старшие классы помогают младшим освоиться в стенах лицея. Ну, мы от лица 11 класса хотели бы пожелать вам, пожелать вам ставить цели и достигать их, самосовершенствоваться. Ну, и в связи с этими пожеланиями я бы хотел сыграть свою инструментальную композицию, она называется «Свобода». «Свобода» 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 «Свобода»